Собор Пресвятой Богородицы 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 Точно так же мы празднуем Собор Иоанна Претечи После праздника Благовещения Пресвятой Богородицы Празднуется Собор Архангела Гавриила И за богослужением Читается продолжение Евангельской истории Из второй главы Евангелия от Матфея После идиллической атмосферы Рождественской ночи После поклонения волхвов Тональность неожиданно меняется Над младенцем сгущаются тучи Нависает смертельная опасность Поэтому святому семейству Предстоит бегство в Египет И лишь в конце главы Они смогут вернуться в святую землю Когда волхвы ушли Се ангел Господень Является во сне Иосифу и говорит Встань, возьми младенца и матерь его И беги в Египет И будь там, доколе не скажу тебе Ибо Ирод хочет искать младенца Чтобы погубить его Он встал, взял младенца и матерь его Ночью пошел в Египет И там был до смерти Ирода Досбудется реченное Господом Через пророка, который говорит Из Египта возвал я сына моего Евангелист Матфей пишет свое Евангелие Не просто как описание исторических событий И не просто как биографию Иисуса Христа Евангелие не является жизнеописанием Иисуса Христа В привычном для нас понимании Прежде всего это некая весть и некое пророчество Иногда говорят, что здесь Евангелист Матфей пишет языком апокалиптики Это жанр, когда повествуется о событиях будущего Но о них повествуется с помощью закодированных символов и образов В повествовании Евангелиста очень тонко зашифрованы знаки и пророчества о том, как сложится дальнейшая жизнь Иисуса Христа Евангелист дает определенные знаки И как мы чувствуем, это повествование выдержано в эротическом тоне Каждая деталь в нем имеет силу исполнившегося пророчества В действительности происходит нечто гораздо большее, чем просто описание каких-то событий Перед нами не просто младенец, который родился в семье праведников Не просто потомок Давида Он спаситель мира Он надежда всех народов земли И для того, чтобы читатель смог это понять Приводится пророчество, которое в этот момент исполняется Имеющий уши дослышит Имеющий глаза да видит И первый знак – это волхвы Волхвы – это не просто гости, которые пришли поздравить с рождением младенца Это исполнение пророчеств о том, что все языческие народы придут в Иерусалим Для того, чтобы поклониться Богу и Его Мессии Точно таким же знаком является и образ матери Мария неразрывно будет связана с младенцем И на протяжении всего Евангелия Дева Мария всегда незримо присутствует рядом со своим сыном Даже там, где ее имя не упоминается очевидным образом Все равно она незримо присутствует рядом с сыном В этот момент, когда над младенцем нависает тень грядущих страданий и крестной муки Потому что Ирод – это олицетворение не просто смертельной ненависти, которая угрожает жизнь младенцу Он представитель тоже языческой власти И однажды Христос в конце своего пути тоже предстанет перед другим язычником Перед Понтием Пилата И здесь уже содержится это пророчество И Мария будет сопровождать своего сына на Голгофу Как мы видим, Библия прочитывается как симфония Наиболее важные мотивы в ней возвращаются, взаимно истолковывают друг друга и взаимодополняют Озлобление Ирода против Христа воспринимается как проявление древней вражды змея против потомков Евы И Мария вынуждена спасаться бегством в Египет Египет – это страна изгнанников И в еврейском языке название этой страны Митсраим буквально означает «земля мрака» Это образ тьмы и смерти И поэтому в этом эпизоде бегства Мария, которая спасает жизнь своему младенцу Можно различить образ матери, которая сопровождает своего сына на Голгофу и стоит у подножия креста И другой эпизод из последней книги Нового Завета «Откровение Иоанна Богослова» в 12 главе Содержится другой таинственный образ, который служит тоже пророчеством о Деве Марии В этой книге возникает образ женщины, облеченной в солнце Она в царском венце из 12 звезд, и ей предстоит родить И огненно-красный дракон приготовился уже пожрать младенца, как только он родится И вот жена рождает младенца мужского пола, который упасет все народы жезлом железным Ее ребенок был вознесен к Богу, к трону славы А жена вынуждена скрываться в пустыне, где Бог приготовил для нее убежище Точно так же, как Бог приготовил убежище для святого семейства в Египте И в сегодняшнем Евангелии мы видим исполнение этих пророчеств Предвосхищение окончательной победы Бога над силами зла Вот что уже прочитывается в этой истории Пришествие в мир Спасителя знаменует собой начало этой эскатологической битвы И в этой битве Иосиф поставлен как ангел-хранитель Марии и младенца И Дева Мария знаменует собой Церковь Исполняется пророчество «Из Египта возвал я сына моего» Это нас возвращает к исходу Иисус Христос как новый Моисей Как Сын, но и Сын в буквальном смысле Он действительно Сын Божий Спасен от вот смерти И здесь мы уже предчувствуем пасхальную радость Образ Марии, которая первая встречает весть о воскрешенном Христе Следующий эпизод – это избиение младенцев вифлеемских Младенец спасен от смерти для того, чтобы не погибнуть в этой резне Потому что его час еще не пробил Ему надлежит исполнить то, ради чего он пришел в мир И здесь возникает другой материнский образ Образ Рахили Цитируется пророк Иеремия «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий Рахиль плачет о детях своих И не хочет утешиться, ибо их нет» В этом образе Рахили, который безутешно оплакивает смерть своих сыновей Мы видим предвосхищение Девы Марии, рыдающей над бездыханным телом своего сына, снятым с креста После того, как исполнится срок изгнания, бедства, скитаний Святое семейство вернется в святую землю Ангел во сне повелевает Иосифу «Встань! Возьми младенца и матери его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца» Слово «встань!» имеет очень сильную окраску Это то же самое слово, которым выражается воскресенье Поэтому здесь мы чувствуем опять пасхальную тональность и пасхальную радость Когда Бог кого-то призывает, то это не просто, как мы зовем друг друга по имени или просим что-то исполнить Зов Бога творит новую реальность Как Бог призывает свет, Он говорит, да будет свет и становится свет Точно так же этот зов Бога творит новую реальность, реальность нового исхода и новой пасхи Но все это пока таинственно и прикровенно И заканчивается евангельское чтение этого дня таинственными словами Иосиф решает поселиться не в Иудее, потому что там не менее безопасно Он уходит в пределы Галилейские и он поселится в городе, называемом Назарет Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется Это третий знак о том, что исполняются древние пророчества, писания Святое семейство поселяется в Назарете для того, чтобы Христос вошел в историю как Назареин Но здесь есть небольшая проблема Евангелист Матфей ссылается на пророков Он говорит, реченное через пророков Никого не называя по имени, никого не имея в виду конкретно Дело в том, что в Писании нигде не говорится, что Мессия произойдет из Назарета Более того, в Ветхом Завете вообще не упоминается само имя Назарет В этом селении никогда ничего не случалось важного Тогда какой же знак здесь видит евангелист? Бог непредсказуем И он действует всегда вопреки ожиданиям людей Он выбирает то, что в глазах людей может показаться незаслуживающим внимания Что может оказаться презренным И нужно понимать, что евангелист Матфей обращается к читателям Которые имеют очень чуткое ухо красным созвучием, касанансом Слово Назарет очень близко к еврейскому слову Нецер Что означает потомство, поросль Потому что Христос есть поросль и потомок Давида Это же слово созвучно другому слову Назир Этим словом называли благочестивых людей Которые посвящают себя Богу, приносят обеты И поэтому Иисус из Назарета в высшей степени является посвященным Богу, святым Наконец, имя Назарет напоминает о глаголе нацар, что означает хранить Хранить завет И Иисус из Назарета действительно является хранителем завета Точно так же, как и Дева Мария, хранитель завета И когда евангелист Матфей пишет свое Евангелие Когда оно сложилось в виде рукописного текста Христиан в то время называли Назареями И в устах противников христиан Это слово не означало ничего лесного Мы можем найти доказательства тому в книге Деяния апостолов Но евангелист, безусловно, здесь хочет напомнить тем, кто носит имя христиан Что Назарей — это тоже тот титул, который носил их Господь И пусть кто-то это слово произносит с пренебрежением, с иронией Само по себе оно божественно и великолепно Тем самым евангелист передает послание тем, кто подвергается гонениям Послание утешения и ободрения Иисуса из Назарета гнали, как и вас Но при этом именно Он и был Сыном Божиим и победителем мира В каждом из этих пророчеств, в каждой тайне Иисуса Христа В событиях Его жизни мы незримо видим присутствие Божьей Матери Даже там, где она не называется по имени Она Матерь Божия, но она и Матерь человеческая Она Новая Ева, она Новая Рахиль, оплакивающая умерших Вместе со своим Сыном она разделяет не только тайну Рождества Тайну Бога воплощения, но и тайну смерти Которая в действительности станет тайной источником спасения всех И в этом Дева Мария совершеннейший образ Церкви Этот праздник позволяет нам понять, что Церковь Это прежде всего народ Божий, который собирается воедино В единый хор И мы видим здесь все поколения верующих людей Все они образуют единое мистическое тело Христа Страдающее и торжествующее тело Слово Божие, ставшее плотью На портале Exeget.ru с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга Субтитры создавал DimaTorzok